Приветствую вас! Вы знаете, надо сказать, что есть в вашем тексте несколько важных моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первый момент, это то, что вы познакомились с парнем по интернету. Если вы это сделали, если вы познакомились с парнем по интернету, то это означает, что у вас какие-то проблемы в реальной жизни. Ну, то есть, потому что проще и естественнее знакомиться все-таки именно в реальной жизни, а не в интернете. И если вы это сделали, значит у вас либо был негативный опыт от знакомства в интернете, либо ситуация складывалась так, что, ну вот, не получалось. Да, никак не получалось у вас, ну, познакомиться с парнем в реальной жизни. Ну, может быть даже не познакомиться, да, а начать какие-то отношения, да, вот. У этого тоже есть, конечно, свои нюансы, свои детали, свои причины, вот, по которым такая история стала возможным, да. То есть, ну, вам для чего-то нужен мужчина, видимо, ну, для чего-то, видимо, нужны отношения вам. Вот. Вот. Вот это мне представляется, ну, достаточно серьезной темой, да. Вот. Вот. Если вы хотите разобраться в себе, да, в том, что с вами произошло, с тем, как вы оказались вот в такой ситуации и так далее, да, то есть какой был негативный опыт у вас, в жизни, в жизни, что вы, соответственно, знакомитесь с мужчинами в интернете, да, ага, понимаете ли вы специфику знакомств в интернете, отдаете ли вы себе отсчет в этом, ага, понимаете ли вы, какие люди в интернете, ну, находятся, да, вот, дальше, встретились, пообщались немного, вроде понравился, ага, ну вот, понимаете, да, основная особенность знакомств в интернете, она заключается в том, что люди друг друга воспринимают, как, значит, ну, своего рода товар, да, вот, что это именно, как, ну, что это вроде товара, вот, то есть люди, они позиционируют, а в интернете люди позиционируют себя, ну, вот, примерно таким способом, а таким образом, то есть надо познакомиться, да, вот, познакомиться, пообщаться, вдруг будет симпатия, вот, соответственно, соответственно, что делать, если вдруг симпатии, например, не возникнет, да, или то, что она как бы не должна возникать, вот, это в данном случае, не учитывается, вот, что мне кажется ключевой особенностью знакомств в интернете, понятно, о чем идет речь, дальше, значит, смотрите, ну, очень важно понимать, что общего между вами, да, очень важно понимать, что вас объединяет, и объединяет ли вас вообще что-то, то есть как бы, одной симпатии, да, мало, как правило, то есть, помимо вот симпатии, да, нужно что-то еще, нужно, чтобы были какие-то общие взгляды, нужно, чтобы, ну, чтобы было о чем, там, допустим, поговорить, пообщаться, вот, и так далее, да, то есть, если этого нет, то общение крайне затруднено будет, на одной просто симпатии, да, ну, в данном случае, просто никак, никак не получится отношения продолжать, потому что, ну, как я уже сказал, людей должно что-то объединять, да, надеюсь, это понятно, да, с вас, в принципе, именно поэтому, а, сам сомнение, это и глостить, как раз, а, потому что, вы не уверены в том, насколько вы близки, а, насколько вы, собственно, подходите друг другу. Но этой проблемы не было бы, если бы вы не ознакомились все-таки именно в реальной жизни, а не в интернете. Такая проблема бы отсутствовала. Понятно, да? О чем идет речь. Дальше идем, так, потом продолжил встречаться, согласилась, потому что до этого никогда не было отношений. То есть здесь имеет место быть такой, значит, больше социальный аспект, как я понял. То есть здесь имеет больше именно ваше желание отношений. Для чего вам отношения? Вот вы говорите, что у вас никогда не было отношений. Я понимаю, что их у вас никогда не было, но получается, что вам они нужны. и зачем, что они должны вам дать, ну вот, отношения, собственно говоря. об этом тоже нужно подумать, потому что это очень важный момент. и, соответственно, как вы относитесь к тому, что у вас отношений нет, нет, какое значение вы придаёте отношениям, собственно говоря, и, значит, что будет, ну, что будет, изглаз отношений не начнётся всё-таки. Да. Это вот такие важные моменты, которые, ну, как мне кажется, нужно изучить. Вот. А дальше надо попробовать узнать, как это, попробовать для чего. Для чего? Сейчас начинаю задумываться, что мне не подходит, и очень ввешиваю своё решение, и много думаю, подхожу ли я ему или нет. Ну, понимаете, мы не можем, в принципе, знать за вас, подходите ли вы ему или нет, я полагаю, что ориентироваться здесь нужно на своё, ну, состояние, эмоциональное состояние, нужно ориентироваться. Вот. Потому что это единственное мерило. Вот. То есть вам никто не скажет, подходите ли вы, там, человеку или нет, потому что это ваш выбор, вам, вам, только вам решать. Вот. Ну, я думаю, что, я думаю, что всегда можно провести какое-то время, ну, вместе, да, всегда можно побыть вместе, всегда можно, может, как-то вот, позволить, значит, себе, да, побыть вместе, ну, грубо говоря, дать шанс друг другу. Вот. И, собственно говоря, тогда будет уже куда более понятно, подходит ли вы или нет. Потому что это действительно то, что нужно пробовать, пробовать, это действительно то, что нужно только методом проб и ошибок, значит, как-то вот, ну, изучать, да. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Дальше, я допутал, не знаю, что делать. Ну, смотрите, не знаю, что делать, да, не знаю, что делать, чтобы что. То есть, вот, это ключевой момент, что делать. Ваше никто не доставляет не быть в отношениях. То есть, повстречайтесь сколько вам хочется, повстречайтесь ровно столько, сколько вам будет, ну, комфортно, вот. И так вы сможете, собственно говоря, понять, так вы сможете, собственно говоря, определиться с тем, подходите ли вы друг другу или нет. Вот. Понимаете, какая история? Что тут универсальных решений нет. А мы психологи не гадаем, да, психологи не говорят, подходите ли вы друг другу или нет. С этим вопросом вам надо, надо бы обращаться в раздел эдотерики, где вам ответили бы на ваш вопрос, вот, и где вы смогли бы получить свои ответы, да, так само. Суждено ли вам быть вместе, не суждено ли вам быть вместе, вот такая вот история. А пока я вижу, что вы не уверены в себе, а пока я вижу, что вы сливаетесь в том, что хотите делать, вот. Боитесь, боитесь, возможно, да, то есть есть страхи какие-то. вот это то, что нужно обязательно изучить, вот. Потому что это, ну, так или иначе будет влиять на вашу жизнь, вот. А если вы хотите, чтобы ситуация складывалась хорошо, если вы хотите, чтобы ситуация складывалась в вашу пользу, вот, то нужно подходить максимально сознательно к тому, что происходит, вот. Для этого нужно четко знать, с чего вы хотите, вот. Ну, то есть, чего ждете от отношений, например. Например. Вот. Вот, в принципе, так можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад вам помочь. А если у вас остались, значит, если вам понравился, то есть, мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, мой ответ. Я желаю вам всего самого доброго и желаю вам, чтобы ситуация вот эта вот разрешилась. Ну, а если не получится, то обращайтесь к психологу, мы вам поможем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok